всем привет снова здравствуйте zebras 2019 спасибо за вашу оценку сказанную именно об этом канале очень приятно давайте в этом ролике разберемся как сделать метро из тачек мультфильма все уже делали и болванки это вот именно теперь по персонажам по машинам потом можно по танкам пройтись тоже очень штука нужная ну погнали разбираться открываем тулы и вот машины уже это будет кубы вытягиваем куб edit make polymesh опять заходим в геометрии делаем всему этому dynamesh так можно включить теперь full чтобы все это дело просмотреть вот это пусть у нас будет перед вот так x проверяем симметрию следом что можно добавляем опять внимательно смотрим из каких примитивов состоит модель добавляем цилиндр переключаемся на него опять же и делаем опять dynamesh dynamesh и вот теперь можно все это дело посмотреть где и что как установлено и уже подгадать жмем move поднимаем цилиндр перекручиваем здесь можно его именно гизму вот так вот отправиться бы ровно был следом опять перекручиваем заходим теперь в геометре находим сайс и уменьшаем вот так вот опять же все буду делать по памяти именно как я модель себе в голове представляю я так и буду делать а потом уже если что-то не так можно будет подкорректировать так здесь можно куб немного сплюснуть все-таки передок вот так и цилиндр можно опустить вот так смотрим сбоку вытягиваем теперь цилиндр где-то побольше вот таким вот образом так ну и куб можно тоже таким же макаром вот так побольше его вытянуть пусть будет где-то но до таких размеров и цилиндр тоже вот так вот подставим чуть выпустим вперед вот где-то вот так вот принципе вот уже получается заготовка жмем геометри модифита полу джи мира and well вот пусть примитивно но уже будет перед машины следом что можно сделать опять же открываем аппенд опять же открываем цилиндр переключаемся на него и повторяем все действия геометрии дай нам с вот так вот и теперь по сайзу можно уменьшить вывести именно вот на эту сторону иксу чтоб работать и немножко перекрутить вот так все это выравниваем смотрим что да как вот такая получается у нас штука стоять она должна вот здесь это будет у нас уже вырезка под колесо и поэтому прежде чем этим воспользоваться опять же переходим на отключаем сферу цилиндр пардон отключаем дизму и control ставим так круг и вот так все это дело здесь вот так вот где-то наверное вот таким образом можно замаскировать вот она на 2 на 2 стороны отпечаталась и следом можно сделать вот так вот чуть поменьше круг немножко держим более-менее ровно но это не принципиально но нужно выдерживать это дело и вот так вот так там убираем следом control и ставим и делаем вот порожек вот так ну в принципе жмем теперь control и и и теперь с помощью мофф и гизма это дело все вот так вот вытягиваем снимаем маску и жмем диаметре модифита пола джамира нг вот так уже получилось следом что можно сделать это можно сделать деформацию или сделать динамеш и потом поле чтобы все это мягче было вот такой передок уже можно теперь вытянуть именно бампер бампер можно сделать отдельно но он там по-моему сделан вместе с этой машины теперь control alt очищаем ненужные детали вот так и теперь с помощью control и ну вытаскиваем вот это дело вперед немножко можно это еще вытянуть вот так а потом и загнуть уже по модели так все это сделала намеченное следом давайте от используем то что мы взяли цилиндр вот так и теперь его немножко погрузим в модель смотрим теперь снизу немножко корректируем и уводим где то вот так вот где то вот до таких размеров чуть меньше середины так теперь смотрим здесь чтобы не зацепить нашу раму так все вроде нормально ну и немножко можно это все дело вытянуть теперь ставим на вычитание и объединяем так объединим это все дело именно с корпусом жмем merge down все по прошлым роликам merge down окей и снимаем маску вот получилось следом делаем геометрии опять же модифит опологи мир так вот под колеса есть уже паз ну давайте теперь разберемся именно середины вот этой так в принципе пары вот так вот нормальные но почему-то двигатель будет очень мал давайте попробуем все это дело немножко растянуть вот до таких размеров и вот так вот замаскировал одну один цилиндр один или тащим вот сюда и немножко его еще расширим он должен быть прям по дверям ну вот теперь должно получиться нормально теперь геометрии опять же делаем модифит опологи мира n12 все установлено так все классно и немножко наверное надо вот так все это замаскировать и подать чуть-чуть вперед и опять же модифит опологи мира n12 вот так чтобы корпуса все это дело выделялось так разберемся теперь уже серединой двигателем да что можно сделать опять же берем наверное аппенд опять берем куб переключаемся на куб делаем ему опять же дай на мэш дай на мэш им это все дело и вот теперь с помощью гизма вот так все это дело выставляем и вот так все это дело вот где-то вот так вытягиваем чуть даже наверное поменьше можно сделать вот до такого размера так поле f прозрачность ставим и поднимаем все это кверху вот таким вот образом смотрим чтобы он не вылазил слишком высоко ну и не был слишком низко вот где-то вот так ставим ему вычитание опять же переключаемся на корпус и опять же всему этому делаем мерчдаун и снимаем маску смотрим как прошло вычитание нормально ставим теперь теперь наши глаза на место делаем control w одну полигруппу и делаем дай на мэш так все прикольно все хорошо вот такая штука получилось теперь нужно вот этот борт верхний наверное вытянуть так вот так его можно замаскировать вот таким вот образом так тут уже дверь идет по идее должна тут дверь находиться так все это дело маску снимаем теперь наверное ctrl z и попробуем все это дело сплит так его нету тут сплит кроук сплит окей и вот этот куб наверное надо его чуть-чуть сюда и еще поменьше потому что тут у нас уже дверь и должен быть двигательная поменьше вот так вот так это кто у нас тут такой все это поднимаем здесь на вычитание здесь жмем мерчдаун окей и мерчдаун так здесь control w сделаем одну полигруппу чтобы больше не разъединялось дай на мэш ctrl w так что то ctrl z ctrl z ctrl z пусть так повисит и теперь объединяем все это дело делаем делаем мерчдаун окей и вычитание вот двигатель получился control w все это дело нормально следом что нужно сделать опять же аппент опять же куб поднимаем поднимаем куб делаем ему опять же дай на мэш его вот так вот поднимаем выравниваем именно вот с этой частью где будет табина вот так делаем дубликат кубу потому что он нам еще наверное понадобится переключаемся на верхней и вот теперь что нужно сделать вот это дело нужно все обрезать что можно сделать вот так его опускаем делаем плотным смотрим что да как получилось и вот надо это делать ctrl shift выбрать вот эту clip circle кисточку и вот так вот постараться один край закруглить вот так вот делаем ctrl w и делаем мерчдаун геометрии модифика положим mirror and well следом заходим в деформацию и можно всему этому сделать полюш вот так вот ну вот уже прикольно это будет вот эта часть так она где то вот тут должна быть немножко ее можно вытянуть вот так вот ну и немножко сплюснуть именно до кабины и еще немножко поднять кверху вот эти были округления чуть-чуть наверху ну вот что то в этом духе так следом берем следующий куб саптулы переключаемся на следующий куб здесь вот что нам нужно сделать опять же его уплотнить немножко передвинуть вот так вот выше поднять вот этой штукенции и опять же все это дело уплотнить немножко уменьшить и немножко припустить вот так в принципе если поставить ее чуть-чуть побольше сейчас вот так вот и сделаем наверное чуть-чуть делаем больше вот так вот так и сверху надо ее опять же вот этим обрезкой вот такой вот сделать вот теперь у нас есть лобовое стекло и все полигруппу следом вставим маску вот так вот делаем control и здесь теперь можно поработать допустим инфлаты нам деформации Так, чуть-чуть побольше, чтобы выпирало. Следом можно... Так, что у нас тут получается? Снимаем маску и маскируем именно вот эту часть. Вот так. И вот так. И вот эту часть уже вытягиваем больше вперёд. Ну и немножко вот так её можно расширить. И с помощью гизма вот так где-то... Так, где-то вот таким вот образом. Там Ctrl-Z, Ctrl-Z. Делаем Dynamesh. И теперь можно всему этому сделать модифитоповод же Mirror and Valve. Опять же, геометрию. Mirror and Valve. Ну и немножко полиша. Деформация и немножко полиша. Вот такая штукенция получается. Следом, что ещё можно сделать? Стабину чуть-чуть обрезать. Это уже нам поможет стрим-курс вот этот. Вот так вот. Чуть-чуть её боком ставим. И обрезаем вот так вот. Следом, опять же, так, в геометрии и Mirror and Valve. Вот такая штукенция получилась. Теперь можно немножко Ctrl-Z и прибрать лишнее. И немножко вытащить, так, вперёд крышу. Динамерс и опять же, Mirror and Valve. Ну вот, что-то в таком духе. Вот уже заготовка есть. Теперь можно сделать, опять же, деформацию и опять же, полиш. Так вот. Так, следом, всё это дело ещё уплотняем. Вот так. И немножко посадить вот на эту деталь. Так, не знаю, насколько всё это симметрично. Ну, будем рассматривать по памяти. Так, следом с AppTool'ы найдём вот эту нижнюю деталь. И немножко её тоже вытянем. Вот так вот. И немножко её вот так вот посадим. Чуть-чуть ещё можно её сделать побольше. Ну и кабину чуть-чуть расширить. Вот так. Так, что ещё можно сделать? Ну, давайте добавим колёса. Колёса этого я делал уже в прошлый раз. Так что, ссылку кину под видео. Так, геометрии. Опять же, дай намешим. Дай намеш. И попробуем тут чуть-чуть у меня вышел косяк. Перекрутить. Установить вот сюда, вот так вот. И по сайзу всё это дело уменьшить. И повторить попытку вычитания. Вот так вот. Так, ставим теперь всё это дело на вычитание. Смотрим, где у нас корпус. Опускаем корпус вниз. Нижние модели. Ставим на модель. Включаем именно модель. Не забывайте. Потом ставим только на вычитание. А потом только переключаемся на модель, с которой будем вычитать. Merge down. Ок. И всё это дело опять же. Ctrl W. Delete. Complete. Ctrl W. И деформация опять же в Polish. Всё нормально. Всё теперь делаем какой-нибудь. Subtool добавим. Так, можно добавить, наверное, Append и добавить. Пускай будет сфера. Переключаемся на сферу. И на эту сферу уже сейчас я импортирую колесо с прошлых роликов опять же. Так, вот такая получилась у нас заготовка именно тела машины Metro. Ну и немножко давайте разберёмся, как сделать заднюю его часть. Если времени хватит на ролик. Так, куб. Опять же добавляем Append куб. Делаем всему этому Dynamesh. И сейчас я постараюсь как-нибудь по Беррикому это всё дело объяснить. Dynamesh. И теперь попробуем всё это дело вот сюда вот назад вытянуть. Примерим. Немножко поработаем, наверное, сайзом. Найдём какие тут оси. Так, это дело вот так вот. Вот где-то вот так это дело выставляем именно вот так по корпусу. И надо всё это немножко вытянуть. Вот так всё вытягиваем. И сделаем вот этой заготовки. Так, смотрим сверху опять же. Надо это дело всё опять же сплюснуть. Геометры. Это по прошлым роликам повторюсь. Всё это вот так делаем тонко. Для чего это, сейчас посмотрите. Убираем гизму. Делаем этому всему делу дубликат. Опять же в SubTool'ах дубликат. Ctrl-Shift ставим вот эту кисточку опять. Clip Circle первая. И вот так вот попробуем. Вот таким вот образом. Так. Где-то зимове-то. Вот так всё это дело округлить. Немножко, наверное, пройдёмся. Трин-Циркл. Или попробуем сделать так. Ctrl-W. И сделаем всему этому. Так. Дай на мэш. И деформацию сделаем. Полиш. Вот так. Всё это потом можно будет закруглить. И вот что теперь делаем. Это получается у нас борт. Делаем геометрии. И всё это дело опять же расширяем. Так. Вот где-то, наверное, вот так. Я точно не помню размеры опять же. Так. Чуть-чуть делаем поменьше. Вот. Скорее всего, вот так он должен быть. Теперь немножко это всё сузим. Вот так. И с помощью MOV от машины отдалим. Вот таким вот образом. Так. Программа у меня немного вылетела. Но ничего. Видать, ноутбук не справляется. Так. Следом, что делаем. Вот. Получился у нас вот такой вот корпус. Теперь можно опять же нажать MOV. и всё это дело вот так вот ровно вытянуть. Вот так побольше. И опускаем это всё именно вот по нижней части. Вот так сплюснем и немножко опустим. Вот так вот. Можно немножко приблизить. Чуть-чуть, потому что тут ещё дорабатывать надо. Деталей очень много. И переключаемся вот опять же на эту заготовку, которую сделали. Её можно теперь удалить. Раз она не понадобится, это delete, ok. И сделать вот этой заготовке дубликат. Вот так. И с помощью MOV всё это дело приподнимаем. Вот так вот. Кверху. И заходим в геометрии. И теперь по сайду давайте всё это дело уменьшим. Где-то вот так вот, наверное. Вот таким вот образом. Чуть-чуть сплю с ним. Вот так вот. И поставим, чтобы вот именно она была ровная. Вот этой частью. Вот так вот. Смотрим что-то как. И немножко её ещё усаживаем к низу. Вот так. Смотрим, чтобы состыковалось именно с корпусом. Вот что-то в таком духе. И немножко всё это вплюснем, чтобы не вылазило с боков. Ну вот что-то, наверное, в таком духе. Так, надо приблизить, посмотреть. Всё вроде состыковалось. Вроде всё нормально. Теперь нужно всё это объединить. Заходим в Subtools. Ставим на верхний Subtool. И жмём всему этому Merge Down. Окей. Окей. Теперь делаем Ctrl-W одну полигруппу. Можно включить поле F. И всему этому делу сделать Dynamesh. Находим. Снимаем маску и делаем Dynamesh. Вот сетка, вы видите, стала однообразной. Всё прикольно. Теперь в чём вся фишка. Нужно точно так же вычистить здесь вот именно вот этот квадрат. Квадрат делаем двойной, дублированный. Это значит Append. Делаем куб. Переключаемся на куб. И повторяем всё опять же Dynamesh и расширение. Dynamesh с помощью MOV перетаскиваем его где-то вот сюда. И с помощью Gizmo теперь можно его вот так вот сделать. Стенки слишком тонкие не делайте. Потому что потом очень будет неинтересно всё это дело выглядеть. Так, ну где-то вот таким образом. И чтоб снизу не было у нас казуса, делаем вот так вот. Что-то вот так ещё проверяем по бокам. Что-то так. Ну вот что-то в таком духе. Вот так вот. И теперь всему этому делу делаем опять же дубликат. А вот это наверх переключаемся. Ставим на вычитание. И ставим на корпус. И делаем Merchdown. Ок. И всё это дело снимаем Ctrl-маску. Делаем Dynamesh. Смотрим, что у нас получилось. Как вышло вычитание. Всё прикольно. Так, ну и вот теперь у нас тут такая штукенция. Нужно разобраться с этим задником. Включаем. Тут нам уже понадобится опять же этот куб. И вот теперь нужно мов кверху его поднять. Чтобы он ничего не зацепил. И вот эта стенка была, ну где-то, да, наверное, вот такой толщины. Вот так вот. Опять же ставим на вычитание на верхний софтул. Переключаемся. Merchdown. Так. Cancel. Включаем видимость. Жмём Merchdown. Ок. И опять же делаем вычитание. Dynamesh. Вот такой получился багажник. Но ещё рано говорить ура. Багажник можно немножко даже, наверное, сделать чуть-чуть побольше. И немножко оттянуть вот так вот. Следом, здесь вот находятся именно уже от колёса такие вот цилиндры. Жмём Open, переключаемся на цилиндр. Опять же повторяем геометри. Опять же повторяем Dynamesh. Теперь всё это дело нужно перетянуть. Не знаю, насколько затягивается ролик. Как у меня YouTube пропустит или нет. Хотелось бы сделать в этот раз подлиннее, чем 35 минут. И вот теперь всё это дело мы уплотняем. Делаем где-то вот так вот. И подставляем вот на эти места. Сайзом это всё дело уменьшаем. Смотрим, как тут всё установилось. Корректируем, подгоняем. Передвигаем вот на эти места. Вот так вот. Можно поплотнее. Так, ну и немножко, наверное, можно их расширить. Чтобы не вылазили ни сверху, ни сбоку. Вот так вот их немножко припускаем. Вот что-то в таком духе должно получиться. И вот эту часть уже можно тогда Ctrl-Shift, Trim-Rect обрезать. Ну, где-то, наверное, вот так по нолю, по нижней части. Смотрим, чтобы опять же она не выпирала. Вот такая штука. Делаем Ctrl-W и делаем Dynamesh. Смотрим, сделался ли Dynamesh. Проверяем сетку, всё нормально. Следом можно сделать деформацию немножко Polish. И теперь с помощью MOV можно даже Ctrl зажать. И вот так вот перетащить это всё вот на эту сторону. Вот так вот. Так, смотрим. Можно ещё пониже даже, наверное, припустить. И вот так вот всё это дело можно Ctrl-Shift ещё обрезать. Делаем Ctrl-W, повторяем операцию. И вот в этот раз надо сделать диаметры Modify Topology Mirror N2L. Всё, вот теперь они однообразны. Всё классно, всё зашибись. Теперь, что нужно сделать? Переключиться на корпус. Вот так вот. Опять же, добавить или взять дубликат, сделать вот этим нишам для колёс. Так они, наверное, называются, да? Делаем дубликат. И вот теперь можно одну сторону замаскировать, чтобы она не вылазила, а другую вытянуть вот так вот. Вот так вот. И припустить уже пониже. Вот так. Теперь смотрим, чтобы вычитать, чтобы она не вылазила из колеса. Так, поле F. И чтобы она именно хорошо зацепила нам бок. Ну, где-то вот так, наверное. И толщина, чтобы у этой части осталась. Вот так. И чуть-чуть это всё ниже можно припустить. Ставим это всё дело, снимаем маску, делаем геометрии, делаем Mirror and Well. Делаем Dynamesh, чтобы не забыть, если вдруг не доделался он. И вот теперь переключаемся на корпус, объединяем всё это дело с первыми нашими цилиндрами. Жмём Merge Down, OK. А вот переключаемся на нижние вот эти и сделаем, наверное, вычитание. Вот так. Переключаемся. Merge Down, OK. И вычитаем уже. Вот с двух сторон всё вычелось. С этой стороны ничего не вылезло. Делаем Ctrl W. И можно попробовать теперь Dynamesh. Главное, чтобы не закрылись эти части. Ну, вроде всё нормально. Так. Следом. Находим колёса. Вот они, колёса. И теперь их нужно сделать дубликат. И перетащить вот сюда вот так вот. Вот таким вот образом. Смотрим, что получилось. Переворачиваем к дну. Смотрим, что да как. Одно колесо маскируем. Делаем Ctrl W. И заходим в геометрии. Модифика. Модифика полосы. Делл Хиттен. Скрываем одно колесо. Так. Это колесо немножко выравниваем. Подгоняем. Вот так. Можно его сделать чуть-чуть ещё потоньше. Немножко перетаскиваем. Немножко перетаскиваем его вот сюда. И потом поработать можно с этими колёсами. Так. Вот так всё это перегоним. Так. Смотрим, что да как. И теперь нужно зеркалку сделать. Наверное, теперь... Так. По иксу получится. Всё по иксу получается. Всё нормально. И теперь поработаем так же с корпусом, как и здесь. Вот с крыльями. Крылья, кстати, можно делать отдельно. Это не проблема. И вот опять же Ctrl ставим в трух. Вот так всё это дело аккуратненько подгоняем. Вот так вот. Вот таким вот образом. Маскируем. Вот эту часть теперь можно очистить. Чтобы у нас лишнего не вылазило. Вот так вот. Ctrl-Alt. Смотрим, чтобы снизу вот этих полос тоже не было. Здесь уже переключаемся на Prehead. И вот так вот можно всю эту маску Ctrl-Alt убрать. Вот теперь полосок нет. А вот эту часть можно вот так вот замаскировать. Так, теперь Draft Size можно поменьше. И немножко всякие Ctrl вот это вот так вот подрисовать. Вот так. Теперь можно Ctrl-Alt размыть маску. Ctrl-Alt. И чтобы она более-менее симпатична была. Так, вот эту часть тоже можно замаскировать. Вот так. А эту часть вытянуть. Так, что тут? Ctrl-Z. Ctrl-Z. Многовато взял. Ну, где-то вот так вот можно замаскировать. И теперь всё это дело опять стараемся вытянуть. Вот таким вот образом. Всё вытянуто, всё классно, всё прикольно и так далее. Всё, всем пока, до свидания. Если кому интересно, как дальше это доделается, то постараюсь снять дальнейшие ролики. Ну, если нет, то ролик останется вот именно в таком виде, как болванка именно мультперсонажа авто. Всё, всем пока.